Виктория Токарева Ничем не интересуюсь, но все знаю. Читает Варвара Рейтер Нонна Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в станице Отрадное Краснодарского края. Детство провела в селе Глафировка. В 1945 году приехала в Москву и поступила во ВГИК, чтобы выучиться на Орлову. Но она выучилась на Мордюкову. Окончила ВГИК, снялась в фильмах «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Председатель», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», «Бриллиантовая рука», «Родня», «Журавушка», «Мама». Однажды я видела телевизионное интервью с Нонной Мордюковой. Это было в 90-е годы, в эпоху Ельцина. Страна катилась куда-то кувырком. Голова задница, голова ноги. По нашему писательскому поселку ходила молочница Валя. У нее пропал 30-летний сын. Тогда многие так пропадали. Было нет, и концов не найти. Валя металась по поселку, стучалась к Рязанову. Ей казалось, Рязанов может все. Но что он мог? Только посочувствовать. Первый канал взял у Нонны Викторовны интервью. Журналист задал свой вопрос. Вот вы, простая женщина, как вы думаете? Какое у нас будущее? Куда идет страна? Всем не говорят, вы простая. А я не простая. Нет, не простая. Нонна Викторовна имела в виду непростоватая. Это разное, простая и простоватая. Нонна Мордюкова действительно никогда не королевилась, несмотря на популярность и народную любовь. Она была умная и вела себя, как умный человек, равный себе. Не увеличивала себя и не преуменьшала. Я познакомилась с ней на кинофестивале «Киношок». Мы гуляли, беседовали. Нонна рассказывала о своей жизни с Вячеславом Тихоновым. Они поженились на своем первом фильме «Молодая гвардия». Была молодость, бедность, коммунальная квартира, однообразные будни. Со Славкой скучно, жаловалась молодая Нонна. Ей хотелось праздника, веселья, движухи, как сейчас говорят. А Тихонов – одиночка. Ему вся эта движуха претила. Когда приходилось идти в гости, он просил жену, только без частушек. Тихонов – идеальный штирлиц. Мне кажется, внутренний мир актера совпадал с внутренним миром героя. Закрытость, сдержанность, двойное дно. Нонна прожила с ним немалый срок. Родила сына, ссорилась, мирилась и ушла, в конце концов. Ей было 44 года. Казалось, что впереди нескончаемый праздник, и будет многое смена блюд на ее пиршественном столе. Следующее блюдо – Борис Андерникашвили, первый муж Людмилы Горченко. Он учился во ВГИКе на сценарном. Красавец, гуляка и бездельник, живущий за чужой счет. Он был на 10 лет моложе Нонны и считал, что может не работать и не зарабатывать. Его козырная карта – молодость и красота. Я знала Бориса. Мы учились у одного мастера. Меня он не привлекал, пирог ни с чем. Нонна его обожала. Она рассказывала мне. Самые счастливые золотые дни и мгновения были те, когда они садились за столик ресторана в доме литераторов или в доме актера, делали заказ, водка, закуска и ждали. В предвкушении реального праздника платила, естественно, Нонна. Она зарабатывала своим талантом и трудом. Заработает и в ресторан. Борис смотрел на нее с восхищением, а она на него блестящими глазами. Подсаживаются знакомые, жизнь кипит, гормоны плещут. Золотые дни отгремели. Борис и Нонна расстались. Мужчина, живущий на средства женщины, не вызывает уважения. А без уважения любовь долго не держится, как дом без фундамента. Борису нашли правильную грузинскую жену, которая родила ему двоих прекрасных детей. Его жизнь наладилась, вошла в привычную колею. Нонна скучала по Борису. Время от времени звонила к нему домой. Подходила жена. «Здравствуй, Этери!» – здоровалась Нонна. Имя вымышленное. «Здравствуй, дорогая!» – приветливо откликалась жена. «Тут в интервью написали, что мы с Бори вдвоем выпускали домашнюю газету. Это Боря выпускал, а я ни при чем. Ты передай ему, что я ничего такого не говорила. Журналист придумал». «Не волнуйся, Нонна, я передам, передам!» – успокаивала Этери. Дело было не в газете, а в том, что Нонна скучала по дням любви. Хотелось прикоснуться к Борису хотя бы голосом. Нонна всегда была одинока. Какие-то мужчины крутились вокруг нее, но настоящего, глубокого соединения не происходило. Почему? Потому что талант занимал все ее внутреннее пространство. Талант надо было обслуживать, класть на него время и душу. Роли и съемки – это и было ее счастье. Нонну Мордюкову любили зрители и любила критика. Она умела все, она умела соединять несоединимое. Она была настоящая, природная, как будто перед глазами зрителя находилась не актриса, а живой человек, всегда очень ясно, четко несущая мысль режиссера. Так говорил о ней выдающийся критик и культуролог Виталий Вульф. Во имя своего призвания Нонна шла на большие жертвы. Ее пригласили в фильм «Комиссар». Сын Володя был в это время подросток с неокрепшей душой. Его некуда было девать. У Тихонова новая жена и новый ребенок. Нонна оставила Володю на соседей. Практически бросила на произвол судьбы. Улица подобрала, приучила к вредным привычкам. Все кончилось ранней смертью. Володя умер в 40 лет. А фильм «Комиссар» закрыли, и он много лет пролежал на полке. В конце концов, фильм увидел свет. Оказался замечательным. Но какую цену пришлось заплатить Нонне Викторовне? Она положила на алтарь самое дорогое, своего единственного сына. Эта потеря переехала Нонну как поезд. Раздавила. Трагедии не противопоказаны творцу. Наоборот, душа страдает, трудится, и плоды творчества становятся более зрелыми. Каждый талантливый человек очень дорого платит за свою исключительность. Например, Рембрандт. Нищета, смерть близких. А Рубенс не платил. Был знаменитый и богатый. Занимал высокий пост. Бывает и так. На фестивале «Киношок» мы сдружились с Нонной. Все, что она говорила, ярко, незабываемо. «Вот смотрю я на тебя, ты идешь и роешь, идешь и роешь, и никогда не попадешь в смешное положение». Эти слова относились ко мне. Что значит «идешь и роешь»? Значит, идешь и осмысляешь. Это соответствует действительности. Но я не рою специально. Просто писательский глаз замечает то, что другие не видят. Это свойство профессии происходит помимо меня. Что касается смешного положения, во-первых, что считать смешным? Заснуть за столом носом в салат? Это не про меня, потому что я не пью. А все остальное не будем распространяться. В смешное, может, не попадало, а в глупое сколько угодно. Нонна прикладывалась к рюмке, но ей это не мешало, не искажало образ. Просто чуть громче говорила. Какое-то время я ездила в Глафировку, где прошло детство Нонны. Там такая почва, что если воткнуть палку, на другой день она зацветет, а на третий день будет плодоносить. Поразительно плодородная почва, чистейшая вода, рай. Но дыра где-то неподалеку станица Вешенская, родина Шолохова. Главная мечта Нонны – сыграть Аксинью, героиню Тихого Дона. Она говорила, что в этом фильме готова изображать дерево, камень-валун. Пусть будет бессловесное присутствие, но только будет. Нонна была готова участвовать в фильме в любом качестве. Сергей Аполлинаревич Герасимов стал готовить к постановке «Тихий дон». Нонна Мордюкова напряглась в ожидании. Когда-то, во времена молодой гвардии, Герасимов сватался к 20-летней Нонне, и она даже познакомила жениха со своей мамой. Но что могла мама из Глафировки разглядеть в гениальном Герасимове? Только лысину и большую разницу в возрасте. Мама замахала руками и отвергла выбор Нонны. Я иногда думаю, а если бы Мордюкова вышла за Герасимова? Сыграла бы Аксинью, а так не сыграла. Ну и что? Талант Мордюковой не требовал поддержки. Она и без Герасимова просверкнула, оставила след неизгладимый. Что касается Аксиньи, то эту роль перехватила Быстрицкая. Она сделала так, что ее фотография попала в руки Шолохова. Михаил Шолохов обомлел и сказал «Это моя Аксинья». Вопрос был решен. Нонна Викторовна высказалась по этому поводу. Элина Абрамовна неописуемо хороша, но красота, не освещенная талантом, ничего не стоит. Я абсолютно согласна с Нонной Викторовной. Быстрицкая недостаточно талантлива, какая-то картонная. Далее Мордюкова сказала «Мне даже не стали делать пробу. Если бы я попробовалась, то от Быстрицкой не осталось бы мокрого места». Это высказывание Мордюковой слышала вся страна. Быстрицкая обиделась, но слово не воробей, вылетит, не поймаешь. На киношоке присутствовала актриса Римма Маркова. Они дружили и одновременно противостояли друг другу. Римма – то же самое амплуа, народная, грубоватая, ироничная. Но в сравнении с Мордюковой труба пониже и дым пожиже. Нонна опекала подругу, тянула в свои картины. Они дружили искренне и честно. И вдруг разругались. Обе стали подбегать ко мне и, захлебываясь, рассказывать, обнажать конфликт, доказывать свою правоту. Конфликт состоял в том, что во время съемок общего эпизода Маркова отодвинула Мордюкову и высунула себя крупным планом. Нонна быстро просекла этот финт и со словами «Чтоб ты пропала!» отпихнула Маркову, вернула все на свои места. Она главная, Маркова просто фон. Мордюкова подскакивала ко мне, произносила страстные монологи на тему неблагодарной Марковой, которая не хочет знать свое место. А Маркова действительно не хочет. Она тоже актриса и себя не на помойке нашла. Я выслушивала каждую и поражалась. Пожилые, тяжелые, толстые, знаменитые бабы захлебываются мелкой обидой, как две восьмиклассницы. Это было смешно и мило, и логично. Талантливые люди старыми не бывают. Они не замечают своего возраста, потому что их душа движется по своим дорогам. Уходя от славы Тихонова, Маркова ждала от жизни подарков. Но оказалось, что главным подарком был именно Вячеслав Васильевич Тихонов. Первый и единственный. Он был той каменной стеной, которой так не хватало. Тихонов был скучный, но прочный. А это главная составляющая семьи. Все страсти-мордасти с молодыми любовниками забываются. Память их не держит долго. Помнится верность, уверенность в завтрашнем дне, дети, любовь к детям, простая жизнь, а не веселуха. Со временем Нонна все больше осознавала свою ошибку. Тихонов тоже оказался несчастлив во втором браке. Не буду вдаваться в подробности. Поразительно то, что красавец Штирлиц, мечта всех женщин всех возрастов, не смог найти личного счастья. Так бывает. В конце жизни из глаз Тихонова постоянно лились слезы. Без причины. Просто нервы расстроены. Нонна и Слава не общались. Нонна Мордюкова часто давала телевизионные интервью. Журналист спросил. «Вы общаетесь с первым мужем?» «Ничем не интересуюсь, но все знаю», — ответила Нонна. Это был брак, созданный на небесах. Но люди, Нонна и Слава, сломали этот брак. Умирали они в одной больнице на разных этажах. Нонну похоронили на Кунцевском кладбище рядом с сыном. Ей исполнилось 82 года. Вспоминается ее звонок однажды осенью. Я сразу узнала ее голос, ее неповторимую интонацию. «Виктория!» Я тут прочитала твою книгу, я думала, ты дуришь. А ты не дуришь, все понимаешь. Я слушала молча. Значит, она гуляла со мной по морскому побережью и подозревала, что я фальшивка, дурю. И вдруг обнаружила, что я настоящая, и поспешила со мной поделиться. Я сказала, спасибо, Нонна. Я и так знала, что я не дурю. Но признание Нонны Мордюковой – это как орден на фронте. Что можно сказать? Служу Советскому Союзу. Тогда на дворе стоял Советский Союз, гремели фестивали, на экранах расцветал великий советский кинематограф. Субтитры создавал DimaTorzok